А сегодня они живут и учатся в Курске. Порядка 200 иностранных студентов со всех уголков мира, от Азии до Южной Америки, постигают азы науки в вузах региона и считают Россию вторым домом. У нас разные культуры, религии и традиции, но есть то, что помогает нам понимать друг друга без барьеров. Мы умеем общаться на языке творчества. Необычный урок в обычной курской школе. 45 минут географии с национальным колоритом. Вот уже около года у нас успешно развивается студенческий проект «Терра Амика» – «Земля друзей». Его придумали куряне, чтобы помочь иностранцам быстрее социализироваться и не сильно скучать по родному дому. Теперь гости Соловьиного края рассказывают школьникам о своих странах, причем делают это с помощью песен и танцев. Шон живет в России уже три года и сейчас чувствует себя вполне комфортно. Но так было не всегда. На родине, в Зимбабве, о стране медведей и ушанок ходят разные слухи. Раньше мы думали, ну, когда я был в Зимбабве, думали, что, ну, российские люди, они недобрые, они расисты. Ну, все, что, ну, как сказать, неверно, наверное. Но здесь я вижу, что они очень добрые человеки. Ну, на улице они хотят с нами фотографировать и разговаривать. Они, у них есть много вопросов, которые хочет что узнать из Африки. У нас Шон познакомился не только с народным творчеством, но и национальной кухней. Его любимые блюда – борщ и котлетки с картошкой. А еще молодой человек восхищен великим и могучим русским языком. Да так, что даже решился спеть на нем. Русский язык тоже интереснее. Но сейчас я не знаю, если я буду сказать, что я хорошо рассказываю. Но у меня очень интересно изучить вот этот язык. Правда, русский дается иностранцам не очень легко. Зато учить его весело. Пока куряне пытаются объяснить заграничным гостям значение какого-нибудь слова, лексические запасы тех и других пополняются очень забавными терминами. В Африке барабад называется джембе. И они всегда его так называют. И мы, получается, с ребятами ехали в школу Курской области и в автобусе разговорились. И они спросили меня, как это будет называться в России. Я им говорю «барабан». И для них это было настолько интересное слово. И они ехали минут пять «барабан», «барабан». А потом они на меня смотрят и говорят, а еще есть барабан, похож на бабушку. И я говорю, ну да, что ты созвучишь. Я говорю, а в России еще есть слово «барабашка». И они «барабашка». И очень сложно было объяснить, что «барабан», «бабушка» и «барабашка» – это три разных слова с тремя абсолютно разными значениями. Проект «Терра Амика» – это не только встречи со школьниками. Минимум раз в месяц организаторы проводят вечер-презентацию какой-нибудь страны. Танцы, песни, национальные костюмы и, конечно, кухня. Кстати, больше всего гостей собрали славяне. Белорусы, украинцы и русские накормили всех от души – широкой и гостеприимной. Мои блинчики заварные, так как в приготовлении не только молоко добавляется, а еще кипяток, чтобы они были ажурные и нежные. После того, как их сделаешь, они даже если чуть постоят, всегда остаются мягенькими и тают во рту. У творчества нет границ. Не важно, откуда ты, не важно, у тебя какой язык, не важно. Самое главное – у творчества нет границ, и всех понимают творчество. Люди, вот даже не творческие люди, даже понимают, что у этого человека, не знаю, или у этого народа есть искусство. Голки и плотные ритмы подходят под горячий африканский темперамент. Изящество и скромность сквозит в каждом движении жителей Средней Азии. Страстное противостояние в обрамлении испанских мотивов так и рвется наружу, а здесь вся широта русской души. Уже дважды курская сцена принимала молодежный хореографический фестиваль «Слияние культур». Буйство красок, фейерверк, традиций – настоящий праздник межнациональной дружбы. Бенин, Кот-де-Вуар, Эквадор, Туркменистан, Шри-Ланка, Ангола и, конечно, Россия. Фестиваль стал настоящим подарком для кофе из Ганы. Он обожает танцевать. И, кстати, дома, в Африке, делает это не только, чтобы повеселиться. Танец – это общий язык. Там нет разговоров, движения. Все услышают, что играем, и движение под нему, под игрой идет. И все. Не надо говорить, чтобы… А то у нас там много языков. И понять друг друга – это очень сложно. А мы собрались, играем, и все. Там не язык. Играем. Я думаю, что музыка и танцы – это общий язык для всех. И это не просто слова. О трудностях общения о кофе знает, как никто другой. Несколько лет назад он приехал в чужую страну и пытался стать своим. Но даже не знал, как правильно поздороваться или попросить помощи. Очень, очень. Это очень тяжело. И сейчас даже с вами разговариваю, и у меня в городе что-то припутают. Надо перевести слова и потом говорить. Я раньше ходил только с телефоном, с переводчиком. Каждый день надо так показать людям. Но сейчас думаю, что лучше, чем раньше. Настоящие заводила любого фестиваля ребята из Эквадора. Общительные, яркие, энергичные и такие же жгучие, как солнце над Галапагоскими островами. По которому они, кстати, очень скучают. Четыре года Фауста живет в Курске и никак не может привыкнуть к русской зиме. В России я первый раз увидел снег, первый раз в своей жизни купил куртку, перчатки, шарф, шапку и так далее. Паштаники тоже. До этого ни разу не задумывался, что может быть такое в какой-то стране, что люди одеваются так. Те смеются, поскольку я выгляжу толстым. Я на самом деле худой, а во всей этой одежде я выгляжу побольше, скажем. У Эквадора маленькая территория, но большое и доброе сердце. Так ребята говорят о своей стране. Близкой по духу казалась для них и широкая русская душа. Во многом благодаря творчеству. Курские танцы стали визитной карточкой этих солнечных иностранцев из Южной Америки. Для меня, наверное, один из самых таких показательных моментов в плане творчества, в плане танцев был момент на прошлой славянке. Я как раз честно начала общаться с ребятами из Эквадора. И они учили нас танцевать, и на их мастер-классы побочать приходило просто очень большое количество человек. И всем было интересно, несмотря на то, что ребята тогда жили в России совсем мало, и русского языка практически не знали. Знали только испанский, а среди россиян как раз испанский практически знал никто. На мастер-классах все было абсолютно понятно и очень весело. Иногда есть новые ребята, которые недавно приехали, или, может быть, из других стран, но они еще не говорят по-русски. Ну, а когда мы танцуем, как будто мы все знакомы, как будто мы все друзья. Вот поэтому, да, я считаю, что танцы объединяют народу, объединяют людей, и несмотря на то, что разные языки, разные культуры, разные страны и так далее. Диалог, для которого нет преград. Дружба, не знающая границ. Когда мы встречаемся на сцене, то забываем, что мы не похожи. Даже наоборот, специально стараемся найти то, что нас роднит. Конечно, если смотря историю, то раньше мы жили вместе во время СССР. Вот в такое время, в то время, в то время русская культура, конечно, влияла. Влияла, влияла. И, например, говорим, некоторые праздники или что-то у нас тоже отмечается, как в Новый год, как у вас, в первом году. Можно познать культуру других абсолютно стран, которые находятся достаточно далеко от нас, людей. Можно узнать, которые, наверное, немножко не похожи на меня, и также я на них не похожа. Представители разных стран – Конго, Бенин, Гана, Ангола, Эквадор, Республика Шри-Ланка – все встречаются на одной сцене, даря друг другу свой талант. И на самом деле мы видим по прошествии уже первого фестиваля, что это оказывает огромное влияние на укрепление дружбы между ребятами, потому что после фестиваля они начинают общаться, они обмениваются хореографическим опытом, даря друг другу свой талант. Это потрясающе. Разница в буквах и их произношении никак не мешает курянам и иностранцам находить общий язык в творчестве. Студенты активно участвуют в конкурсах не только на территории нашего региона, но и на всероссийских и международных площадках. Ежегодно на Черноморском побережье собираются порядка 500 молодых людей. Лагерь «Славянское Содружество. Визитная карточка региона» объединяет студентов из десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. Самые яркие воспоминания участников, конечно, о творческих концертах, созданных общими мультикультурными усилиями. «Славянское Содружество» Ребята из-за границы стали настолько активными, что в 2018-м на традиционном конкурсе «Студенческая весна Соловьиного края» даже пришлось выделить для них отдельную номинацию. Именно в галоконцерте «Студенческой весны» принимали участие большое количество, целый блок, который был составлен из номеров именно иностранных студентов. Абсолютно все разноговорящие – Нигерия, Бразилия, Китай. Они не всегда находят общий язык между собой, общаясь на коротких английских фразах. А тут мне надо было им за две минуты объяснить, как выйти, куда зайти. Но я хочу сказать, наверное, что это получился один из самых эмоциональных, самых ярких, самых активных выступлений на галоконцерте «Студенческой весны». Мы очень разные, но когда обнажаем сердца на сцене, то замечаем, как стираются территориальные границы, пропадают языковые барьеры, общаются души. И это не волшебство, а искренняя дружба. Россия, ну сейчас я думаю, это дома для меня, но здесь, как сказать, в три года, я думаю, что здесь это уже, как сказать, моя дома. Россия – это прекрасная страна, которая мне очень нравится. Россия – это как вторая родная страна для меня, потому что мы почти не отличаемся. У нас, например, второй язык – это русский язык. Обязательно ты должен знать русского языка, например, как родной язык. Это много чего уже стоит. Когда я приехал, все было странно. И страшно, поскольку новый язык, новая культура, новые люди, новые традиции, все. Как будто я ребенок, я только родился и все, и начинал все узнавать. Вот, но с временем, но то же самое, как ребенок, ты начинаешь ко всему привыкать, кроме погоды. Вот, и, не знаю, и все как-то… Родное. Да, 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 и все становится родным в этой стране. Но я очень люблю Россию. Мы за мир на всей земле, и пусть для нас везде, мир станет общим домом. И пусть это просто песня, но если вместе вместе, мир станет общим домом. Мир станет общим домом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова